Сборная Павлодарской области по батутной гимнастике Сборная Павлодарской области считается одной из сильнейших в Казахстане К примеру, на пяти официальных соревнованиях 2022 года На счету наших земляков две трети всех медалей Мы брали интервью у старшего тренера области по батутной гимнастике Олега Белесенко буквально за несколько дней до старта Молодежного чемпионата мира в столице Болгарии Сафни Я думаю, что наши спортсмены достигли пика спортивной формы И вот будем стараться на этом достойно выступить Соперники очень серьезные В каждой возрастной категории у каждого спортсмена порядка 70-80 человек участвуют Комбинации у нас достойные В общем-то, сложность прибавили в этом году И я думаю, будем бороться От Павлодарской области у нас едет Степанковская Александра У ней категория 11-12 лет Потом Белесенко Егор, у него 13-14 лет Измайлов Руслан 15-16 категория И два взрослые, будем так говорить, категории 17-21 Это Бутолина Виктория, но она вообще лидер Казахстана в женском батуте И Урманов Марат Вот пять человек, которые будут представлять Павлодарскую область В составе сборной команды национальной Казахстана Ну, я так понимаю, это все как бы соло, да? Или парнями? Нет, синхрон у нас будет прыгать только Егор Белесенко Ну, с парнем из Алматы Вот они уже много лет выступают с ним В Японии в 19-м году они в финале работали, седьмые стали Вот, ну, надеемся, что уже на достойное выступление А все остальные будут в индивидуальных прыжках Начнем с самого такого главного, что стало финансирование Олимпийские виды спорта Немножко по-другому все это проходит Ну, и плюс престижнее, конечно, это стало У нас появились другие возможности Больше выездов на соревнования Вот, ну, и Мы все, в принципе, были И как спортсмены сами занимались И гимнастикой, и акробатикой Вот, и для нас, будем так говорить, она Он стал, батутная гимнастика стала родным спортом Вот, родным видом Вот, и вот за это время В Павлодаре мы батутную гимнастику развиваем С 12... С 2005 года Вот, вот получается За это время У нас сейчас в зале, в нашей команде Четыре мастера спорта Международного класса, действующих в команде В принципе, такого, наверное, ни в одной сборной Больше среди областей нет Ну, мы этим гордимся Что позволяет в Павлодарской школе батутной гимнастики Быть среди лидеров? Квалификация тренеров, условия в спортзале Сами спортсмены Или все это вместе и дает такой результат? Да, будем говорить, что это, наверное, в совокупности Ну, во-первых, у нас очень прекрасный зал Вот, конечно, хотелось бы, чтобы оборудование Было немножко посвежее Уже вот с 2005 года Оно немножко устарело Да, будем так говорить Но мы надеемся Мы как бы прикладываем все усилия И руководство знает об этих наших проблемах Ну и плюс, конечно, тренерский коллектив У нас все тренеры высшей категории Квалификации Вот А где они, скажем, стажируются, получают квалификацию? Ну да, мы ездим на курсы Вот два года назад у нас в Ташкенте было Это ФИШ проводил Международная Федерация Ну и плюс, я буду говорить, что это талантливые тренеры Мы растем вместе со своими спортсменами У нас очень дружный коллектив Очень хорошо мы все друг к другу относимся И дети, наверное, это чувствуют И в команде у нас очень хорошая атмосфера Сын Олега Белесенко, Егор, с малых лет находился в спортивном зале Который стал для него вторым домом Неудивительно, что сегодня он спортсмен Понравилось, наверное, прыгать И я остался, потому что Это интересное чувство, когда ты прыгаешь, летаешь Вот это понравилось и из-за этого осталось Что, скажем, самое сложное? Самое сложное, наверное, это, наверное Уполнять различные элементы И справляться, наверное, с волнением на соревнованиях Потому что это самое сложное Егор тренируется у своего отца Есть ли разница в отношениях дома и в спортзале? На тренировке он все-таки идет как тренер А дома как отец То есть здесь прислушиваешься как тренеру Понимаешь его указания И все Бывает, что-то крикивает, да, на тебя? Ну, редко, но бывает Чуть-чуть повышает Чуть-чуть бывает, да И все Дома отец в зале тренирует Дома не разговариваете, работаете? Да нет, редко, очень редко Если выбирать между спортом и учебой То на что пойдет выбор? Два-три часа тренировки в день Каждый день? Каждый день шесть дней недели Шесть дней недели? Да Вот такой интенсивный занятий Спорт не мешает, скажем, учебе И если станет выбор учебы или спорт, что выберешь? Учебе не мешает, потому что, ну, получается, совмещать все Приходишь, отучился и на тренировку Если выбирать между учебой и спортом, я, наверное, выберу спорт все-таки Потому что возможностей в спорте будет больше, чем от учебы Ну, учиться тоже надо Да, учиться можно и потом Да, учиться тоже надо, но спорт я больше предпочитаю Уезжая на чемпионат мира в Софию, Егор поставил перед собой простую цель Задачи? Просто сделать комбинацию, показать свой результат, как прошла моя подготовка А там уже дальше как сложится все 13 лет батутной гимнастикой занимается Марат Урманов За это время происходило всякое, вспоминает он Порой речь даже заходила о завершении карьеры спортсмена У меня были периоды такие, что я хотел бросить Я пропускал тренировки, игнорировал звонки тренеров И в конце концов понял, что без этого нет смысла жизни пока что Очень нравится вид спорта А что именно нравится конкретно? Контролировать себя, скажем, в полете? Самое главное – это дисциплинированность Спорт делает не только спортсменов, но и настоящих людей То есть дисциплина – это самое главное Ну да, конечно, нравится мне тренироваться каждый день Нравится прыгать, ездить на соревнования, выступать За честь Павлодара, тем более за честь Казахстана Марат признается, что дома ему выступать намного тяжелее По психологическим причинам В другом городе лучше, чем дома Почему? Ну, как бы дома Зовешь, допустим, родственников, родителей, друзей Хочешь показать, как ты умеешь прыгать И в конце концов это может тебя резко сбить из элементов А за рубежом без разницы? Да, конечно Да Ну, как бы в прошлом году, как мы были на чемпионате мира в Баку Была прямая трансляция У меня родители даже ее не смотрели, потому что боялись Сгладить Ну, они сами сказали, мы не смотрели Потому что руки трясутся страшные Тоже, как и мне было Лучше сразу знак, когда ты выступил, да? Ну да, конечно Лучше всего видео просто показать и все Какой бы ни был соперник Надо самому быть готовым к испытанию Были конкуренты у нас белорусы с Россией Ну, так как из-за сложившейся ситуации их не будет Ну, как бы японцы есть, китайцы есть Много, в общем, есть спортсменов, которые соперники Понятно, что ты ездил на многие мировые старты Как ты думаешь, чем вы все-таки отличаете от тех же китайцев и японцев Других вот конкурентов? Как сказать? Спортсмены, они все одинаковые Просто у каждого своя подготовка В каждой стране тренер готовит своего спортсмена Все по-разному готовят Вы знаете, что у китайцев перенят? Что бы вы хотели перенять? Или вы мечтаете, что бы пусть они лучше у вас Если честно, я не знаю точно, как они тренируются По выступлению можно понять? Ну да, они выше прыгают, они по технике лучше прыгают Ну, как в каждой стране все по-разному Да, об этом даже бывать не задумываешься Потому что у тебя цель просто сделать комбинацию А там уже дальше как получится Ты даже не смотришь, что, допустим, выступают другие Ты просто отворачиваешься, занимаешься делом Ты даже не узнаешь, какая у него оценка? Нет, не узнаешь Просто отпрыгиваю и все Все Скажи, пожалуйста, бывают обиды на суде? Что за оценка? Ну, бывает иногда, но случается это очень редко Потому что он судит, честно Как отпрыгал, так и посудили Так что обиды редко бывают У тренера Екатерины Свиридовой на чемпионате мира Два воспитанника Марат Урманов и Виктория Бутолина Наставница признается, что наблюдать за выступлениями своих подопечных непросто Ну, конечно, очень страшно стоять на мате, когда они прыгают Ждать оценки, когда выставят Это очень волнительно То есть вам тяжелее чем им, да? Ну, нет, я бы так не сказала На них, конечно, тоже большая ответственность Что лучше, выполнить давно знакомые упражнения Или рискнуть, применив новый элемент во время выступления? В нашем спорте более, конечно, чистота Чистота и время Дает больше оценков Ну, что вы выбрали? Что вы выбирали? Ну, сейчас с Викторией, с Маратом Мы готовим максимально сложные наши комбинации И нарабатываем сейчас Чистим комбинации и время прибавляем Буквально недавно начал делать новые элементы И стараюсь вставлять их в комбинацию Чтобы на мировом уровне у меня комбинация была сложнее, чем на Казахстане Да, я каждый день работаю над ней Утром работаю и после обеда То есть ты не боишься, да, вот, сложности? Ну, скажем, новизны? Самое главное, быть уверенным в себе И у тебя обязательно все получится А цель поездки на чемпионат мира Там, что для себя Какую-нибудь удачу поставить? Стать чемпионом мира Представить Казахстан Спортсмены признаются, что обычно стараются Не смотреть, как выступают их конкуренты Но у тренеров другой взгляд Нам надо, конечно, нам, обязательно Например, вы видите, что вот Ага, вот он что-то сделал А вот мы ему бы подсказать или вот Да-да-да, здесь есть, конечно, своя тактика Два упражнения Не два упражнения, а две попытки Две попытки, да Если в первой попытке мы максимально выложились И хорошо сделали комбинацию То во второй мы можем упростить немножко комбинацию Но попробовать ее более чисто сделать Более выше И там посмотреть, какая будет оценка По словам Екатерины Сверидовой Казахстанские представители батутной гимнастики На международной арене знают и уважают Нас очень ценят В Азербайджане в прошлом году Наш мальчик из Казахстана На акробатической дорожке занял первое место Наши спортсмены В синхронных прыжках Они тоже заняли первое место Ну, это по взрослым соревнованиям Взрослых, да взрослых Нет нас Мы достойные соперники Тренер признается, что расслабиться можно И то чуть-чуть Только приехав после соревнований домой Что касается шансов на чемпионат мира То прогноз таков Нам нужен педестал Нам нужны места И Виктория так точно Может стоять на педестале Это сто процентов Она достойна Стоять даже на первом месте Впервые на чемпионате мира Выступит 12-летняя Александра Степанковская Надеемся, что там она будет Испытывать меньше волнения Чем во время интервью Привела мама с бабушкой Просто осталось Интересно было Не страшно прыгать? Особенно девочек? Да нет, не особо страшно Что самое сложное? Ходишь? Не нервничать Вот у меня прям Прихожу, мне нервничают соревнования В 2024 году Олимпийские игры Пройдут в Париже Шансы есть всегда И вполне возможно Что там выступят И представители Павлодавской школы Батутной гимнастики Для этого есть хорошие варианты Например, у той же Виктории Бутолиной Ей надо будет В следующем году На взрослом чемпионате мира Ну, как минимум Вернее, войти в финал Если она войдет в финал Это будет уже сразу путевка Ну, если Это там учитывается И выступление на всех этапах Кубка Ее включили сейчас В сборную Взрослую Национальную Она будет принимать Умчастие на следующий год Во всех этапах Ну, и будем надеяться Что Поборется Поборется Также еще На следующий год У нас азиатские игры Ну, здесь она вообще В принципе, наверное Будем так говорить Одна из Претендентов На медаль Мы очень этого ждем Батутная гимнастика Дает шансы каждому Кто готов долго И упорно тренироваться Даже если вдруг Не будет золотых наград Все равно останется Незабываемое чувство Полета управления Своим телом И в целом Это классная Эмоциональная разгрузка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok